Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Я рад искренне всех поприветствовать в онлайн-пресс-центре ТАСС. Мы встречаемся в первую среду, после первого вторника, после первого понедельника ноября, месяца високосного года. Завершились выборы президента Соединенных Чартов Америки. Выборы завершились, но президент еще не избран. Мы не знаем, кто им будет, но уже сегодня, по прошествии по московскому времени, почти суток, ну, меньше, после того, как завершилось голосование, мы вот в этом составе, который здесь встретился в информационном агентстве ТАСС, хотим обсудить его первые итоги. Я, прежде всего, хотел бы представить прекрасную команду наших гостей с сегодняшней встречи. Если позволите, поскольку практически у всех наших участников очень высокие и достаточно длинные, и многие титулы, я буду все-таки представлять, поскольку они всем практически известны, наши участники, поэтому я буду представлять, ну, как-то относительно коротко. Итак, ну, я буду представлять сначала наших российских участников. Это академик Александр Дынкин, это академик Андрей Кокошин, это академик Сергей Рогов, академик Анатолий Таркунов и, я думаю, что я скажу, академик журналистики Андрей Шитов. Вот такая команда российских экспертов присутствует у нас сегодня на нашей встрече. И я с особым удовольствием и с особой признательностью хочу представить наших коллег, которые согласились участвовать с нами в этой беседе и находятся сейчас в Соединенных Штатах Америки. Это, я позволю себе сказать, мой добрый друг и добрый коллега, бывший шеф Московского бюро СНН, профессор Джилл Догерти. Джилл, я вас вечно приветствую и хочу вас поблагодарить. Сейчас 8 утра в Вашингтоне, и я понимаю, каких требовалось после бессонной ночи еще прийти к нам в эфир. Это потребовалось от вас особых усилий. И я с удовольствием представляю профессора Американского университета в Вашингтоне Антона Федяшина. Еще раз здравствуйте, Антон, спасибо за ваше участие. Вы знаете, коллеги, с вашего удовольствия, отнюдь не по гендерному признаку, но и можете по нему тоже, я хотел бы наш разговор начать с вопроса Джилл. Джилл, 8 утра в Вашингтоне. Вы знаете первые результаты. Насколько то, что сегодня, вот в данный момент вам известно, стало для вас сюрпризом? На что, насколько вот те результаты, которые в 8 утра сейчас лежат перед вами, по подсчитанным штатам, по той ситуации, которая есть, стало для вас сюрпризом? Я бы сказала, что были предсказания, что будет волна, скажем, голубая или синяя волна, и этого не было. И все еще сейчас, в данный момент, очень неопределено. Как мы знаем, неожиданно или, может быть, предсказуемо, президент Трамп сказал вчера вечером, пока они еще подсчитывают голоса, что он выиграл, он сказал, откровенно говоря, я выиграл, но это не так, подсчет еще продолжается. Он говорит, что, возможно, он обратится к Верховному суду. Мы не знаем точно, как, если это случится или как, если он намерен это сделать. Байден говорит или призывает своих сторонников к терпению, что еще. И что мы не знаем и не будем знать результатов пока, ну, до, может быть, пятницы. Это очень напряженная ситуация, потому что люди хотят, конечно, знать, что случилось. Самое главное, вот, как мы говорим, дорога к победе in the electoral college, в электоральном колледже, это, как мы знаем, 270. И самые главные штаты, например, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, они самые важные для Байдена, но у них очень большое количество голосов, которые пока что не подсчитаны. И вот почему мы не знаем. Я бы сказала, что страна остается разделена на две части, как и было. Но единственная, по-моему, хорошая вещь, это то, что люди очень заинтересованы, и они участвовали, миллионы, миллионы, которые раньше до сих пор не участвовали в голосовании, участвовали. Это хороший признак. Но раскол не хороший признак. Спасибо, Джилл. Я дальше буду спрашивать наших гостей. Вот мы уже несколько раз в этой студии встречались накануне выборов. И вопрос к вам, Александр Санчевич, президент ММО, академик Александр Санчевич Дымкин. Мы вот строили свои планы, как пройдут выборы, с чем они придут к утру в среды. Для вас, поскольку мы уже встречались, вы анализировали, насколько для вас вот то, что сейчас мы имеем, стало сюрпризом, а если стало, то в чем? Я не слышу вас, Александр Санчевич, мы все не слышим. У меня почему-то микрофон выключился. Ну, уже слышали. Да, я думаю, что больших сюрпризов нет. И все это ожидаемо. И вот Джилл сказала о том, что высокая явка. А у политологов есть такое наблюдение, что когда в стране все в порядке, явка низкая. А когда в стране кризис, то явка высокая. И вот это свидетельство того, что страна находится, в общем, довольно в тяжелом кризисе, даже в череде кризисов, о которых мы говорили. И я думаю, что вот независимо от исхода, вот эта вот поляризация общества, раскол элита сохранится. И вот тот мощный сплав национализма, изоляционизма, консервативного популизма, который связан с приходом Трампа, это вещь, которая останется в Соединенных Штатах еще лет на 10. Я думаю, что вот у соперничающих партий, наверное, впервые за многие-многие выборы, нет общего языка. Они говорят совершенно на разных языках. Они обвиняют друг друга в уголовных преступлениях. Апеллируя, возможно, апеллирование к Верховному Суду, ключевая вещь – это состав судей Верховного Суда по партийной принадлежности. Это немножко напоминает Советский Союз, когда члены Верховного Суда обязательно должны были быть членами КПСС. Из крупных фирм, социологических фирм, которые занимаются опросами, в общем, одна фирма только отдала предпочтение Трампу, это фирма Трафальгар, все остальные говорили о победе Байдена. И Трафальгар применил методику, о которой не додумались другие. Он вводил поправочные коэффициенты на ложь консерваторов. Потому что, с моей точки зрения, либеральная пресса создала настолько негативный образ Трампа, что говорить о том, что вы его поддерживаете, это было и политически некорректно, и консерваторы боялись это делать. Ну вот такая вот ситуация. Значит, естественно, что мы узнаем многое от итогов Пенсильвании, а если без Пенсильвании, то Байдену надо выиграть Неваду, Висконсин и Мичиган. Тогда он наберет 272 выборщика, что, на мой взгляд, я не знаю, Джилл согласится с этим или нет, пока не выглядит реально. Понятно. Андрей Федорович, спасибо, что вы с нами сегодня. Но вы уже многие-многие годы занимаетесь этой страной. И до того, как вы занимали высокие государственные должности, работали многие годы в институте США и Канады, хорошо знаете эту страну. И поэтому я не сомневаюсь, что вы и этими выборами интересовались. Что для вас в этих выборах? Ну, понятно, так сказать, как далеко расходятся два главных героя. И тем не менее, что особенное вам показалось важным в этих выборах? Или, скажем так, Андрей Федорович, как вы думаете, все-таки, с чем пришла Америка к этим выборам, вот к сегодняшнему дню? Вас не слышно. Вас не слышно, Андрей Федорович. Вас не слышно. Нет пока. Пока звука нет. Его ведущий отключил. Сейчас слышите? Да, прекрасно. Сейчас слышите, да. Отлично. Ну, я во многом согласен с той оценкой, которую дал Александр Александрович. Для меня это, конечно, выборы с предельным накалом страстей. На фоне того, что имело место в предыдущие десятилетия, это, конечно, такая определенная девиация. Они даже более, я бы сказал, острые и конфронтационные, чем предыдущие выборы, когда боролись Хиллари Кринтон и Дональд Трамп. И, глядываясь в эти выборы, я, в общем, всегда интересовался не столько, как бы, самим ходом выборов, сколько различными вариантами исхода, которые бы означали те или иные варианты развития событий с точки зрения интересов национальной безопасности России. И предугадать исход выборов крайне тяжело. Это мы знаем и по прошлому опыту, и сколько моделей создавалось, в том числе крупные математики работали и в нашей стране, и в Соединенных Штатах. Как правило, в общем, почти никто не мог заранее предугадать исход выборов. Но, когда выходят на финишную прямую два кандидата с вполне четкими установками, какими-то парадигмами мышления, намерениями, доктринальными положениями, вот как это имеет место сегодня, применительно к Байдену и Трампу, всегда есть возможность взять и посчитать, там, скажем, 10-12 вариантов развития событий, если хватает, конечно, аналитического ресурса, применительно к тому, что может ожидать другие страны мира, и прежде всего Российскую Федерацию. Вот для меня данные выборы были интересны с аналитической точки зрения, именно представляющие вообще богатую пищу для размышлений относительно того, что может произойти в наших отношениях Соединенными Штатами, что может произойти в отношениях Соединенных Штатов с Китаем, со странами Европейского Союза и по целому ряду других направлений. И в том и другом случае применительно к России исход выборов в общем в значительной степени и тот, и другой вариант в общем особого оптимизма не создаёт. Спасибо, Вердий Павлович, но тогда я плавно хочу перейти к Сергею Михайловичу Рогу с своим вопросом, потому что пока мы готовились выйти в эфир, Сергей Михайлович, может я уж позволю процитировать, обранировать такую фразу, что американские выборы на подъеме многих и многих лет, которые Сергей Михайлович соблюдает, имеют такой для него развлекательный элемент. Вот применительно к этим выборам, в чём развлекательный элемент применительно к этим выборам был наиболее нагляден. Если можно, Сергей Михайлович. Я сказал, что для меня президентские выборы как для профессионального американиста, который всю жизнь только занимался американистикой, уже 54 года, что это праздник души, поскольку выборы очень интересные. Тогда чем был особен этот праздник? Этот праздник чем был особенный? Ну, в данном случае я хочу сказать, что для меня исход выборов, когда, похоже, победил Трамп, не был сюрпризом. И вот почему. У нас при институте Шая Канада действует небольшой факультет мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук. Это, конечно, не МГИМО, но, тем не менее, и каждые четыре года наши студенты проводят игру в президентские выборы США. Вот последняя такая игра состоялась две недели назад. И победил, а голосует после того, как дебаты проходят и так далее, голосует студенты. Победил Трамп. То есть за все время существования нашего факультета наши студенты каждый раз предсказывали исход в университете. Точно. Ну, а вообще-то я должен сказать, что, как уже отмечалось, многие сторонники Трампа боялись открыто об этом говорить. И опросы, которые учитывают мнение американцев оторваны от реальной базы голосующих. А на самом деле, вот скажем, такие группы населения, как чернокозые американцы, американцы латиноамериканского происхождения и молодежь, куда в меньшей степени приходят на выборы и непосредственно голосуют, даже по почте, чем белое большинство. Особенно пожилые люди, которые вроде нас входят в группу риском, как теперь это говорится. Но Трамп на этих выборах смог добиться определенного успеха благодаря тому, что он не только сохранил свою базу, вот это белое большинство, средний класс, который напуган расовыми волнениями и прочими вещами со стороны леволиберальных кругов, но он смог оторвать, пусть небольшой, на процент чернокозых американцев, латиноамериканцев и даже молодежи. Кстати, Байден молодежь совершенно не возбуждает американскую, в отличие от Берни Сандерса, которого убрали в поле боя. И вот это принесло победу Трампу во Флориде и в ряде других штатах. Мы посмотрим, конечно, чем кончится окончательный подсчет, но все-таки не стоит забывать, что Конституция штатов предусматривает создание аристократической республики. И хотя демократический процесс в Америке расширился за 200 с лишним лет. Тем не менее, вот этот светоч демократии представляет собой страну, где не действует правило один человек, один голос. И тот же Байден в этот раз, как Хиллари Клинтон на прошлых выборах или Алгорлу в 2000 году получил на несколько миллионов больше голосов избирателей, но скорее всего получит меньше голосов выборщиков, потому что вот создатели аристократической республики в голову не приходило, что могут голосовать женщины, негры, рабы и так далее. А должна была голосовать и выбирать президента группа достойных джентльменов. Вот такая предыстория института выборщиков президента. И это, конечно, превращает американские выборы из образца демократии в какое-то зачастую шоу, в котором рациональный смысл не просматривается. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Анатолий Васильевич, я не знаю, есть ли МГИМО, в котором вы являетесь, такая же специальная группа определяющая будущее американских выборов. Я знаю, что у него есть специальные центры и преподаватели, профессора и студенты, которые профессионально занимаются Соединенными Штатами выборами в этой стране. У меня вопрос в том, насколько, на ваш взгляд, я не буду предопределять и думаю, что пока все равно рано будущего президента. И тем не менее, как вы считаете, мы уже сказали, что оба варианта может быть не самые лучшие с точки зрения российских пожеланий. И тем не менее, как вам видится в среднестатистическом времени развитие отношений России с Соединенными Штатами после этих выборов. Включал микрофон. Знаете, я хочу немножко вернуться к сюжету, который затронул Александр Александрович. Нынешние выборы, в отличие от многих предыдущих, которые мы наблюдали, проходили в совершенно особых условиях, когда всю страну охватили страшные волнения, погромы. Мы вот здесь по телевидению, в том числе и по СНН наблюдали, что проходило в некоторых городах. Вот в Филадельфии особенно страшные кадры мне запомнились, когда грабили магазины, в том числе разбивая даже запонерочные витрины, выносили в том числе большие телевизоры, грузили в багажники и так далее. И мне даже в этот момент вдруг вспомнилась фраза, обидная такая фраза Климансо, который когда-то сказал о том, что Америка это единственная страна, которая от варварства перешла упадку, минует цивилизацию. Конечно, фраза такая, я бы сказал, бойкая, я с ней не согласен, но тем не менее она сказана была. И вот даже когда противники друг друга характеризовали, то это тоже выглядел скорее как такая площадная рыночная брань, чем настоящая политическая дискуссия. И хотя я глубоким уважением отношусь к Колбрайт, но даже она характеризует Трампа, нашла такие слова у нынешнего президента страны авторитарный инстинкт, что приведет страну в ад. то есть здесь понимаете уже люди не жалеют слов и разбрасываются ими как кож. Теперь если говорить два слова хотел сказать о той первой реакции, которая есть в Европе, но наверное вы тоже сегодня смотрели днем реакцию она еще не везде четко артикулированная, но например уже в немецком Ботестаге заявили, что Германия не готова к переизбранию Трампа президентом. То есть ясно, что в ФРГ реакция совершенно очевидна. И они ничего хорошего от того, что Трамп останется еще на один срок не видят. С другой стороны, я не видел каких-либо заявлений Макрона, думаю, что он воздерживается вообще занят чем-то другим, но его соперник, а теперь все более очевидный соперник в связи с событиями последних времен, Липен заявила, что переизбрание Трампа предпочтительнее для Франции. Но я думаю, что мы в ближайшее время услышим немало комментариев от европейских и не только от европейских политиков на этот счет. что касается наших ожиданий от итогов этих выборов. Во-первых, мне кажется, что исход пока не очень ясен и следует какое-то время еще подождать, а может быть даже продолжить это время, поскольку все эти процедуры связаны с возможностью рассмотрения спорных вопросов в Конституционном суде, о чем говорит очень настойчиво один из кандидатов, они могут затянуться на продолжительное пройти долгое время, потребуется для этого, то вместе с тем, конечно, по некоторым вопросам есть известная ясность. Если говорить собственно об отношении к России, то будет нажимная политика и того и другого, это они заявили в ходе предвыборной кампании, надо сказать, что Байден был жестче, хотя они соревновались в декларации о будущей, о нынешней и будущей жесткости в отношении России, в отношении президента России, и это мы видели все даже в последние дни, буквально три или четыре дня тому назад, Байден выступая на одном предвыборном собрании, митингах, говорил о том, что он, как говорится, будет проявлять максимальную жесткость. Вместе с тем, конечно, надо признать, что Байден говорил и о необходимости продления тех соглашений, связанных с разрушенческой тематикой, ну, в основном, в частности, что он готов их продлить. Это, конечно, важно для стратегической стабильности, я полагаю. Трамп же, как мне представляется, не готов к такого рода шагам, поскольку вообще его линия, которая связана с такой автономизацией Соединенных Штатов, в том числе принятие важнейших международных решений, она прослеживалась на протяжении всего его президентского срока, ну, и она была заявлена, в общем, достаточно ярко и в ходе его предвыборных выступлений. Ну, мне кажется, единственное, что можно уже сегодня сказать, что Байден все-таки более предсказуем будет во внешней политике в целом и в отношении России в частности. Другое дело, что я здесь не жду каких-то серьезных изменений и улучшений в ближайшее время, но предсказуемость я жду. Что касается Трампа, то мы видим, что здесь вообще предсказуемости маловато во многих действиях, поэтому здесь придется, как говорится, реагировать по ходу действий и по ходу жизни. Спасибо. Спасибо, Андрей Васильевич. Я хочу обратиться к профессору Федяшину, поскольку вы находитесь сейчас, собственно говоря, в Соединенных Штатах. Было много комментариев накануне выборов, что вне зависимости от результатов с той или с другой страны следует ждать протестных выступлений, достаточно острых. Кстати, сказать, уже буквально сегодня какой-то был конфликт в Вашингтоне, какая-то там с применением холодного оружия, но насколько это впрямую связано непосредственно с выборами, комментариев не было. Поскольку президент Трамп заявил о желании возможном обратиться в Верховный суд, что, конечно, возбуждает электорат, насколько, на Ваш взгляд, возможны такие, ну, скажем так, острые протестные явления, массовые явления, ну, скажем так, выходящие за рамки законодательного поля в Вашингтоне или в других частях Соединенных Штатов по результатам этих выборов. Слышно меня, Михаил Славанович, в первую очередь? Да, 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 прекрасно слышно. Спасибо большое. Отвечу на ваш вопрос. Я подержу то, что Джилл уже сказал, мы оба в Вашингтоне. В Вашингтоне все прошло довольно-таки спокойно вчера, но еще судить рано. Исключены ли стычки? Нет, они не исключены. И самое удивительное в том, что огромное количество магазинов и бизнесов, особенно стеклянных лобби, которых очень много в Вашингтоне, были заколочены фанерой. И я должен сказать, что после июньских событий это не вызвало ни у кого каких-то бурных реакций. Это уже говорит о том, что американский социум привыкает вот к таким вспышкам беспорядков. Пока в Вашингтоне ничего особого не проходило. Я смотрел сводки новостей утром. Было вчера арестовано, по-моему, всего три человека, и все протекает спокойно. Но судить надо будет, конечно, по тому, что будет происходить в следующие 48-72 часа. Это не исключено, что будет беспорядки. Но я иногда слышу в российских СМИ комментарии о грядущей гражданской войне. Кстати, не только в российских. Энн Апплбаум недавно опубликовала статью в Атлантик, в которой возможность какого-то гражданского конфликта намекала на нее. Но я очень сомневаюсь, что это все выведется в гражданский конфликт, в войну, это очень маловероятно. Но то, что противостояние будет, это точно. Ну, это будет политическое противостояние, но это уже тоже не новый феномен. И если можно, я пару очень быстро реплик сделаю на то, что уже сказано. Вы знаете, что меня вот как историка особенно интересует и настораживает то, что опросы общественных мнений действительно перестали отражать реальность США. И я со студентами со своими это обсуждал несколько раз, ведь в 1859 году, 170 лет тому назад, Джон Стюарт Милли опубликовал известную книгу о свободе, on liberty, в которой он предсказал, что главная опасность для демократии это не тираны, а тирания общественного мнения. И очень интересно, что 170 лет спустя мы приходим как раз вот к этому феномену, что люди боятся высказывать свое мнение и самое опасное в этом, по-моему, то, что социум американский, политическая среда, она теряет свою прозрачность, потому что опросы не отражают то, что люди реально думают. Это может иметь очень долгосрочные, серьезные, создать серьезные проблемы для США. Это будет значить, кстати, что не исключено, что выборы будут переходить в пробовое поле очень часто, что уже видно, будет похоже происходить в этот раз. Потом, выборы эти были, опять же, референдумом о Трампе. То же самое, что было с промежуточными выборами в 2018 году. Там тоже, кстати, явка была необычно высокая, потому что, по-моему, по статистике я смотрел с 1912 года столько народ не голосовало, как проголосовало во время промежуточных выборов в 2018 году. Это референдум о Трампе. На удивление мало было слышно вот в течение нынешней президентской кампании о каких-то детальных политических программах. От Трампа точно мало было слышно, но и демократы не напрягались. Их очень устраивало то, что они считали, что народ выйдет голосовать против Трампа конкретно, но пока, как и Джилл говорил и многие другие, их ожидание вот этой синей волны, я бы сказал, даже ожидание было синей лавины, они пока еще не оправдались. Посмотрим, что будет, когда сейчас голоса будут подсчитываться, особо в этих пяти штатах. Пандемия сыграла очень важную роль по тому, что говорят здесь эксперты, подавляющее большинство тех, кто голосовал заранее или по почте, были сторонники демократов Байдена, большинство тех, кто вышел вчера голосовать, в сам день голосования, это подавляющее число якобы были республиканцы. Мне в это верится, потому что республиканцы действительно не так серьезно относились к пандемии. Опять посмотрим, что получится из этого. Но это действительно затягивает выборы. И последнее. По поводу отношения к России Анатолий Васильевич сказал, я с ним согласен, что многое не изменится. Я бы только напомнил, что, смотрите, ведь главный фактор в международных отношениях США, чем руководствуется администрация, это все-таки исключительность. Я понимаю, что это упрощение и в каком-то смысле обобщение, но при Байдене, мне так кажется, поменяется стиль. США действительно попытаются занять главные передовые позиции, но суть международной политики, по-моему, не поменяется. Интересно и последнее я скажу, что компания Байдена очень активно избегала встречи с дипломатами иностранных стран, включая, кстати, дипломатов из Германии, Британии, то есть союзнических стран, потому что они боялись, что утечки будут использованы против них компанией Трампа. Об этом несколько статей было написано. Это прямое последствие того, что было сделано с Майклом Флинном и с трамповцами сразу после выборов 2016 года. Мы не знаем конкретики зарубежной планов вообще зарубежной политики Байдена. Они почти не обсуждались в течение этой кампании. И вот на этом я, наверное, пока остановлюсь. Спасибо вам. Спасибо большое, Антон Андреевич. Олег Владимирович, тебе завершать первый круг нашего разговора. Но вот поскольку у нас, я видел уже, ты уже сделал несколько обобщений для нашего родного агентства ТАСС и чисто вот с точки зрения журналиста, человека, которого многие годы и в Соединенных Штатах, а сейчас из Москвы наблюдают за президентскими выборами. Что было на бой самое интересное, самое по-журналистски привлекательное в этой избирательной кампании? Добрый день. Ну, на самом деле я доволен, я, произошло то, чего я ждал и что-то я говорил, если, если бы демократы сами виноваты, если бы они выставили человека, который хотел бы бороться и хотя бы мог идти, я уж не говорю бежать, они бы, наверное, выиграли, но он не мог, он сидел в подвале, как Антон справедливо указал. Да, для меня самое интересное было то, что, как уже опять же говорилось, вот эти полстеры, специалисты по опросам, конечно, все все знали, и про Трафалгар все все знали, и Трамп на них, на него ссылался, и как они могли в очередной раз наступить на те же самые грабли, я совершенно в голову не могу взять, и я склонен думать, даже теории заговора, что вот этот политзаказ на политкорректность, на вот эту непрозрачность, на следование в одном русле, вот, становится действительно вот в том, о том, что опять же говорил Антон про книгу Милы, что это становится таким уже императивом для американцев, что действительно застит им глаза, хуже всяких шок. Ну, вот мои примерно такие оценки. Спасибо. Спасибо. Джейл, позвольте к вам вернуться с вопросом. Насколько вы считаете, опять-таки, исходя из вашего опыта, хотя ситуация такая нестандартная, насколько обещание президента Трампа обратиться в Верховный суд и перенести эту тему в Верховный суд, как это было, когда была в этом плане ситуация между президентом Гором и Джорджием Бушем, насколько вы считаете, это не просто слова, а насколько это реальные планы со стороны президента Трампа перенести обсуждение этого же важного вопроса в Верховный суд в Штатах с учетом того, с учетом того, что сегодня в Верховном суде соотношение судей близких республиканской партии 6 к 3. Я думаю, что он всерьез об этом говорит. Не сомневаюсь, что он обратится. И интересный момент, конечно, очень важный момент, когда мы знаем, что последний член Верховного суда это женщина, которую предложил президент. И мы не знаем, как она или они будут голосовать и не решить эти проблемы, но сейчас я уверена почти, что президент будет обратиться на каком, по какому поводу, легально говоря, это другое дело. Потому что сейчас он сказал вчера вечером, например, что люди еще голосуют, люди не голосуют, это уже прекращено, все сделано, они подсчитают голоса. И я не знаю точно легально, как он к этому подойдет, но есть команды, демократические команды и республиканские команды, легальные, юридические команды, которые готовятся бороться в суде и везде легально. Но то, что Антон сказал, по-моему, очень интересно, потому что я всегда стараюсь смотреть на это, скажем, исторически. И Соединенные Штаты меняются. Мы более пестрый народ, у нас гораздо больше эмигрантов и влияние других культур, расовые перемены и так далее. И сейчас то, что происходит, это Трамп, несмотря на то, что он, и это правда, что он притягивает чуть-чуть больше афроамериканцев, но в принципе страна меняется, и мне кажется, что сейчас возможно, мы этого вполне полностью не понимаем, как это будет отражаться на будущей страны. И мне кажется, что страна теперь в промежуточном периоде. И вот почему всё возбуждено и очень неспокойно, потому что это быстрый перемен, переменный период. понимаете, я знаю, что это немножко философски звучит, но я думаю, что мы должны смотреть дальше. И Трамп не говорит об идеях, он говорит о себе, о представлении себя и так далее. И вот почему у нас в этот раз мы не обсуждаем настоящие политические идеи, мы обсуждаем Трампа. И это нехорошо. Я ставлю вопрос, любит ли человек или нет, но вот я думаю, что мы должны говорить об идеях. А сейчас это личность Трампа, которая драйвит, всё, понимаете? Спасибо, Джилл. Спасибо. Александр Александрович, вот вы являетесь президентом одного из крупнейших фринг-танков академических институтов, называется Институт мировой экономики. Вот есть ли принципиальное на ваш взгляд отличие, как будет развиваться мировая экономика, она сейчас находится в силу пандемии в очень сложном положении, при одном или другом варианте американского президента. Американская экономика всегда влияла на мировую экономику. Скажем так, я спровоцирую вопрос, что бы предпочла, кого бы предпочла мировая экономика в Белом доме с точки зрения её развития, преодоления того кризиса, в котором находится в силу пандемии? Ну, пока финансовые рынки за Трампа. И это очевидно по динамике биржевых индексов. Я скажу чуть позже об экономике, но я согласен с Джилл о том, что Америка находится в ситуации транзита. И независимо от итогов выборов 2020 года не будет ответов на вопрос о вообще тренде этой страны. Я надеюсь, что эти ответы появятся к 2024 году. Дело в том, что под республиканской партией заложена демографическая бомба, потому что молодёжь в подавляющем большинстве предпочитает демократов, предпочитает левую повестку экология, равенство, здравоохранение, БЛМ. Я думаю, что Трампу будет легче сформировать администрацию, чем Байден, потому что единство демократов окончится в день объявления выборов. Сколько партий внутри демократической партии можно только гадать? Там есть ультралевые, вот это БЛМ, у которых на мой взгляд идеология неомарксизма. Уже раздаются голоса о том, что министром финансов должна стать выскочила фамилия этой дамы, которая была на левом планке, чуть правее Элизабет Уоррен и так далее. У Трампа этот процесс пойдет проще, потому что мунистанская партия сегодня более едина. Вернусь к экономике. Вы знаете, вот наши многолетние профессиональные наблюдения за выборами в институте привели нас к убеждению, что есть один важный индикатор. Это реально располагаемый доход. Если этот индикатор в год выбора выше 2%, то в Белом доме остается партия, которая у власти. Если ниже, происходит изменение партийной принадлежности президента. В сентябре месяце мы спрогнозировали, что третий квартал американской экономики будет фантастический рост. 33,8 был наш прогноз в сентябре месяце. 29 октября Бюро экономического анализа опубликовало свои данные, уже реальные данные. Рост оказался 33,1%. Конечно, это рост после падения во втором квартале, но все равно это фантастический рост. Мы ожидаем, что американская экономика в целом упадет в этом году меньше, чем на 3%. Это будет лучший индикатор среди развитых экономик. Поэтому, вот с моей точки зрения, не в обиду Джилл, я скажу, что похоже, что холодильник побеждает СНН. Когда Джилл была в Москве, СНН не была с такой отчетливой партийной идентичностью. Вот. Вот такие у меня комментарии. И, конечно, вот эта диктатура политкорректности, это совершенно новая в американском дискурсе. И последняя ремарка. Очень много будет зависеть для того или другого претендента, это расклады в Конгрессе. Пока они не в пользу республиканцев. Вот, по моим данным, в Палате представителей демократов пока имеют на 7 мест больше, а в Сенате пока равенство по 47 человек. И если будет разделенное правление, если Сенат будет контролироваться демократами, то, что демократы устроят импичным через полгода, я готов со всеми участниками подспорить под любым поводом, насколько страна разделена. Вот. Ну, а что говорить про мировую экономику, понимаете, я думаю, что для мировой экономики, если наши прогнозы сбудутся, о том, что падение будет меньше 3%, это неплохо, потому что при всех чудовищных санкциях объем нашей торговли в 2019 году был 26 миллиардов, сравните с торговлей с Францией 14 миллиардов, сравните с торговлей с Казахстаном 16 миллиардов, объем нашего товара оборота Соединенными Штатами находится на уровне нашего товара оборота с Турцией, Соединенные Штаты входят в семерку ведущих торговых партнеров России, Я думаю, что важно обсуждать все-таки перспективы российско-американских отношений с Анатолием Туркуновым, с Андреем Кокошиным, это ключевая для нас должна быть тема. Сегодня российско-американские отношения вернулись к своей нормальности, когда в фокусе находятся проблемы стратегической стабильности, проблемы контроля над вооружениями, кто как бы будет готов больше к сохранению вот этого уравнения стратегической стабильности из двух претендентов. Это долгий разговор, если Махар Савамон захочет, мы можем его продолжить, но вот это сегодня фокус для России, для Москвы, фокус президентских выборов Соединенных Стат. Спасибо большое, Сан Санч. Я единственное, что хочу сказать, что я как модератор обязан все фиксировать и предложенные вами пари мы занесли в протокол нашей встречи и мы принимаем этот вызов и к этому вопросу еще вернемся. Посмотрим, кто победит, но пари принято. А сейчас хочу обратиться к Андрею Анатольевичу, поскольку, Андрей Анатольевич, вы многие-многие годы занимались профессионально на высоких постах разрушенческой тематикой. Накануне выборов весь последний период очень много было разговоров о продлении договора о стратегических вооружениях, других договорах, были какие-то предложения с российской стороны, с американской стороны, было предложение российского президента, были предложения, которые приходили из Белого дома. Все это ничем не закончилось, но договора эти подходят, к сожалению, к своему окончанию. Видите ли вы свет в конце туннеля в одном или в другом случае после определения президента, поскольку эти документы, к которым, насколько я понимаю, даже вы непосредственно имели отношение. Андрей Павлович, опять включите микрофон, пожалуйста. Андрей Павлович, микрофон. Да, да, я больше имел дело с вооруженческой тематикой, чем с разоруженческой, честно говоря. Но соглашения, которые были заключены между Советским Союзом и США, Российской Федерацией и США, они, конечно, играли очень важную роль в российской военной политике, в строительстве вооруженных сил. Они полностью учитывались и соблюдались. Сейчас ситуация сложилась очень сложной. В общем, администрация Трампа проявила себя как такой политический актор, который сделал, наверное, больше, чем любая другая американская администрация по разрушению существующей договорно-правовой системы в области ограничения и сокращения вооружения и контроля над вооружениями. Мы часто вспоминаем администрацию Джорджа Буша-младшего, который вышел из договора по ПРО, но администрация Трампа в этом отношении Джорджа Буша-младшего превзошла. и то, что мы наблюдали в последнее время применительно к договору СНВ-3, ну, я считаю, что это была такая не очень, я бы сказал, по правилам игра с американской стороны. СНВ-3 по соответствии с самим договором можно и должно продлевать без всяких условий. Администрация Трампа тоже всячески стремилась к тому, чтобы обусловить продление этого договора, выгодного для обеих сторон, о чем говорят очень многие американские политики, крупнейшие эксперты, выгодного для обеих сторон дополнительными условиями для Российской Федерации, что, собственно, привело к тому, что, в конце концов, никакого продления до выборов президента США не произошло. Причем, я думаю, что администрация Трампа явно старалась сделать так, чтобы продемонстрировали, что вот она стремится достичь соглашения, но стремится иметь такую сделку, которую никогда в жизни никакая другая администрация бы не достигла и не достигла. Они совершенно придумали новый подход к ограничению и сокращению вооружений, когда надо считать не носители, в первую очередь, как всегда считалось, начиная с первых соглашений между Советским Союзом, между Брежневым и Никсоном. А надо считать только боезаряды и, соответственно, ввести очень интрузивные меры контроля, которые просто при нынешней обстановке утраты, очень большой степени утраты доверия просто невозможно ввести. То есть, фактически, администрация Трампа заблокировала принятие простого решения о продлении СНВ-3. Я думаю, что Путин совершенно справедливо правильно отметил то, что Байден готов продлить договор без всяких условий. Это записано, кстати, в программе демократической партии. Это очень позитивный момент. Но, оглядываясь назад, подводя итоги деятельности администрации Трампа, нельзя вообще не отметить, что она вообще очень много сделала в политико-военной сфере, что явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности. Фактически, мы наблюдаем и активизацию учений по периметру границ с Российской Федерацией полет и стратегических бомбардировщиков, заходы американских и натовских других кораблей в Черное море, поставку летального оружия на Украину. И Трамп очень горд, с большой гордостью заявляет, что Обама, например, не решался этого существить, а он это сделал. Мы видели прошлый бюджет на 2020 год, это был рекордный бюджет в американской истории, военный я имею в виду бюджет, начали развертываться так называемые маломощные боезаряды на стратегических подводных ракетоносцах на ракетах Трайден-2, что понижает порог применения ядерного оружия, соответствующие доктринальные установки, создание космических сил и объявление космоса арены и потенциально военного противостояния. Я бы мог еще продолжить достаточно много таких пунктов. Это все, конечно, не способствует уменьшению напряженности, за которую выступают очень многие авторитетные эксперты. Они считают, что противостояние США и Российской Федерации зашло слишком далеко. Оно имеет уже опасный характер. Вопрос войны и мира, конечно, это один из крупнейших вопросов отношений между двумя нашими странами. И Россия остается ядерной сверхдержавой, США ядерная сверхдержава, на нас лежит особая ответственность, и эту ответственность нужно осознавать, и нужно действовать соответствующим образом. Поэтому для нас ключевой вопрос, как поведет себя следующая администрация американская в этих жизненно важных вопросах, потому что из договорной системы, которая создавалась, если взять укропненно, десятилетиями, почти уже ничего не осталось. И администрация Трампа, к сожалению, внесла в это дело, в разрушение этой системы очень весомый флаг. Спасибо, Андрей Фанасьевич. Я обращаюсь к Сергею Михайловичу, некоторым образом еще также хочу оттолкнуться от пари, которые продолжают Саасанчу. Вот с чем. Мы говорим только о президентской части вчерашнего дня, но вчера избиралась полностью, переизбиралась нижняя палата, треть сената, большая часть губернаторов. Сергей Михайлович, наверное, институт ШАИ Канады и лично очень внимательно за этим наблюдал, и это будет быть непосредственное отношение к деятельности будущей администрации, кто бы ее не возглавлял. И в разрушенческой проблематике, и в экономическом факторе, и, кстати, даже просто в плане свободы рук. Насколько ты считаешь реалистичным такая, я сказал бы, смена, главная смена в Сенате, переход Сената под руководство демократов, насколько ты считаешь возможным, что обе палаты окажутся под демократической партией? Ну, я как раз пока смотрел самые последние данные, демократы увеличивают свое представительство в Сенате только на одно место. Есть шанс на два места, а им, чтобы обучить большинство, требовалось отыграть четыре места у республиканцев. Поэтому, скорее всего, продолжит ситуация, когда демократы контролируют палаты представителей, и там у них количество мест меньше, а республиканцы и Сенат. Это я думаю, попытка импичмента будет обречена на полный провал, но демократы будут использовать свои позиции в палате представителей, чтобы постоянно ставить палки в колеса по Трампу. Второй момент, который я хотел бы отметить, и об этом говорил Александр Александрович, вот этот колоссальный экономический подъем в третьем квартале нынешнего года. Вот по опросам общественного мнения, тут, может быть, я не совсем соглашусь с Джо, популярность личного Трампа намного ниже, чем популярность его экономической политики. И вот согласно опять же вчерашним опросам тех, кто голосовал, демократы на первое место ставили такие проблемы, как расовые отношения и пандемия. Ну, что касается расовых отношений, это понятно, сегодня белые составляют только половину членов демократической партии. Республиканской партии остается партией белых, а демократы уже отражают вот те демографические тенденции, о которых говорила Джо. а у республиканцев такие вопросы, как расовые отношения и коронавирус на последнем месте, а на первом месте среди причин, по которым они голосовали за Трампа, находится его экономическая политика. И я думаю, что мы можем ожидать продолжения вот этого экономического курса. Хотя, конечно, Китай это единственная крупная страна, которая в результате нынешнего кризиса переживает не падение головного внутреннего продукта, а рост. И это сулит дальнейшее обострение американо-китайских противоречий. Я думаю, конфронтация будет усиливаться, но хотел бы обратить внимание на следующий момент. Не знаю, вот Джо и Антон согласятся со мной, как это видится из Вашингтона. На прошлых президентских выборах уже осенью демократы вовсю развернули кампанию, касающуюся российского вмешательства в выборы на стороне Трампа. И после того, как Хиллари Клинтон проиграла, тут же вместо того, чтобы искать причину, почему демократы утратили поддержку своих сторонников среди рабочего класса, которые перешли к Трампу, тут же начали обвинять во всем России. Вот сейчас такого рода обвинения выдвигаются очень мало, очень редко, и по крайней мере вот сегодня я не видел, что те же причины, проблем, которые возникли у демократов вроде ключевых штатов, объясняются сугубо, сугубо российским вмешательством. И что это означает? что тут тема, которую затронул Андрей Иванович, тема контроля над вооружением. Ну, демократы придерживаются традиционного подхода к вопросам контроля над вооружениями. И, конечно, если бы они победили, если бы Байден победил, то с ними работать было бы легче, привычнее. У Трампа люди, которые занимаются этой проблемой, это люди, которые всю жизнь выступали против контроля над вооружением. Ставили палки в колеса, добивались выхода из договора ПАПРО, как тоже Биллинсли, добивались выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности и так далее. И вот здесь, мне кажется, надо серьезно задуматься, мы запаздываем со своими инициативами. Это касалось и ракет средней дальности, это касается и ряда других вопросов контроля над вооружением. Вот, посмотрите, Андрей Афанасьевич сказал о том, что специально выдвигаются требования, которые для нас неприемлемы. Это замораживание и верификация и проверки, замораживание ядерных арсенов. Значит, надо, на мой взгляд, очень серьезно задуматься и предложить свои решения, а не ждать, когда администрация Трампа перейдет к разработке своих предложений, которые в любом случае будут для нас плохими. И последнее. Ну, второй срок, если Трамп избан, конечно, будет здорово отличаться от первого срока, и будет он проходить в тех условиях, когда демократической партии нет лидеров. И Хилари Клинтон, и Джо Байден, если он проиграет, и даже Барак Обама не являются лидерами сегодняшней демократической партии. Потребуются новые молодые лица. И кто станет новым лидерами демократической партии, сказать трудно. Но и в республиканской партии уже, похоже, начинается борьба за то, кто станет преемником Трампа в 2024 году. То ли Пенс, то ли Помпео, то ли бывший представитель штатов ВОН, Хейли. Но я хотел бы обратить внимание на такую фигуру, я заканчиваю, как сенатор Джон Коттон из Арканзаса. Человек, который ярый противник любых соглашений с Россией по контролю над вооружениями и вообще любых договоренностей с нашей страной. И вот это может быть восходящая звезда республиканской партии, которая в 2024 году, если этот сценарий осуществится, может повести Америку куда более жесткой конфронтации с нашей страной, вплоть до силовой конфронтации. А поэтому проблемы разоруженческие, наши инициативы, перехвата инициативы у администрации Трампа, на мой взгляд, должна иметь приоритетное значение. Спасибо. Антон Васильевич, вот у меня к вам вопрос немножко, может быть, с другого угла. И вот почему. Антон Васильевич, вы возглавляете целый ряд общественных структур, которые связаны с общественной дипломатией, с разного рода контактами с зарубежными странами. Вот у меня, который тоже занимается многие годы в какой-то степени отношением с Соединёнными Штатами, сложилось впечатление, что за последние четыре года, за период президентства Трампа, когда с его стороны было целый ряд сделано разнообразных заявлений по желанию развивать отношения с Россией, тем не менее, на уровне общественной дипломатии, в публичной сфере, общественных организаций, или то, что принято называть мягкой силой, практически свелось чуть ли не к нулю. Никаких контактов, насколько я могу наблюдать, ни на уровне парламентском, ни на уровне общественных организаций, ни на уровне каких-то иных общественных институтов не происходило. Может быть, в этом плане, при том, что мы, например, всегда говорили в России о том, на всех уровнях, что Россия хотела бы развивать отношения с Соединенными Штатами, и в этом плане, может быть, скажем, перейдя эту границу президентских выборов, нам выйти с какой-то программой общественных контактов с Соединенными Штатами, чтобы все-таки налаживались отношения с этой страной по периметру общественных отношений, мягкой силы, так называемой, и разнообразных иных контактов по линии общественных организаций, студенческих в том числе. Не открою большого секрета, что на протяжении последних лет было несколько попыток оживить треки неполитические для общения с нашими коллегами, партнерами, друзьями Соединенных Штатов. Тем более, что многие из нас, присутствующие сейчас на экране, имеют российские граждане, равно как и наши американские друзья, имеют очень широкий круг контактов и в России, и в Соединенных Штатах, имеем друзей давних очень, и с удовольствием их встречаем, слава Богу, они приезжают и сейчас, но гораздо меньше, чем это было в предыдущие годы. А если говорить вот о такой достаточно массовой, ну, условно, конечно, массовой категории людей, которые хотели бы общаться, это и студенты, и молодые преподаватели, и проведение всякого рода конференций, семинаров, круглого стола, то это, конечно, стало заметно меньше. Вот я все-таки достаточно давно ректор, и поэтому помню и 90-е годы хорошо, и 2000-е годы, когда такое совершенно взрывное было общение, ну, практически они, ну, каждый месяц точно проходило какое-то значимое событие для молодежи. Что-то есть и сейчас, я здесь не могу согласиться, что свернуто и все, но, вы знаете, существуют совершенно простые проблемы, которые связаны с такого рода обменом. Это получение американских виз для наших людей, в том числе молодых людей, которые приглашены на какое-то мероприятие, или могли бы быть приглашены, если бы мы понимали, что получится там, ну, достаточно часто бывает, знаете, сделать мероприятие, надо быстро визу, а это практически невозможно сегодня. И вот такая бюрократическая политика, которая последовательно и госдепартаментом проводится, но посольством, поскольку оно выполняет волю госдепартамента, она ведет к тому, что многие связи свертываются, но я вам скажу, что это просто даже удивительно, потому что у нас отношения с Британией политические, как вы знаете, тоже нельзя характеризовать как превосходное, говорю это с известной долей иронии, но при этом у нас развиваются очень активно академические связи и по линии академической дипломатии с ведущими британскими think tank с Royal Society, даже с British Council, в котором там были какие-то вопросы на предыдущих этапах, но тем не менее, сейчас, знаю, как это British Council в ближайшие дни будет в Москве находиться и есть разного рода идеи связаны с углублением сотрудничества. У нас несколько магистратур совместных, я говорю только о своем университете, он знает, что это есть у других совместных магистратур, активных магистратур с ведущими британскими университетами. Более того, мы, что тоже уникально, открыли две в этом году и в прошлом году две бакалаврских совместные программы с британскими университетами на английском и русском языках. И это общение молодежи, то есть это будущее наших отношений, это люди, которые, как говорится, через 10-20 лет будут создавать атмосферу отношений, будут специалистами по отношению. Вы же прекрасно знаете, согласится со мной, Антон согласится, все-таки, если мы вспомним даже период 20-летней давности, вспомните, какое количество было в Америке замечательных специалистов по России. Многих уже, к сожалению, нет, они просто ушли уже из жизни. Некоторые в силу разных причин отошли от этой проблематики. А где новое это поколение? Это поколение должно же созревать, и мы должны вместе участвовать, равно как и участвовать в воспитании и взращивании российских американистов, потому что они общались друг с другом. Это не значит, что они соглашаться будут во всех вопросах. Наоборот, это будет общение, это будет коммуникация, и это исключительно важно. Я согласен, Михаил Александрович, конечно, надо попробовать, когда закончится весь этот раздрайк нынешний в ходе кампании, и когда все немножко устаканится, наверное, было бы правильно нам выступить с соответствующими инициативами, которые связаны с развитием гуманитарных, академических связей, особенно по линии молодежи, потому что все-таки мы в ходу бедно общаемся друг с другом. Хотя, еще раз хочу подчеркнуть, реже и меньше, чем раньше, хотелось бы почаще. Я, например, всегда с огромным удовольствием приветствую американских лекторов. Вот вы знаете, вот я хотел бы нашим американским коллегам сказать, был период, когда, положим, курс по истории внешней политики США в МГИМО, в Мидовском институте, читали представители американского посольства. То есть, конечно, читали и наши специалисты этот курс, специальный был курс, который читали американского посольства. Это воспринималось как совершенно естественная вещь. Сейчас это, даже себе представить трудно, равно как и выступление представителей нашего посольства, вот ребята рассказывают, я вспоминаю, 80-е годы, но были у нас блестящие лекторы, куда принят прежде всего, Чуркин, который всегда был приглашаем на теорогов, на телевидение, и туда-сюда, в другие университеты. Но я помню, даже будучи первым секретарем, сколько я университет объездил, выступая с лекциями о советской внешней политике, но сейчас же этого нет, наших сотрудников посольств тоже никуда не пускают для такого рода работы. И это, конечно, просто совершенно не соответствует ни традициям дипломатической практики, да даже традициям советско-американских, российско-американских отношений. Потому что даже в период Холодной войны, вот хорошо помните, Андрей Афанасьевич, Сергей Михайлович, которые на этом направлении работали активно, университеты все были открыты для такого рода дискуссий, выступлений, взаимообмена, хотя обстановка тоже была достаточно напряжена. И вот в этом, мне кажется, отличительная черта нынешней ситуации. И надо, конечно, это дело преодолевать. Иначе просто то, о чем Сергей Михайлович прогностически говорил с 24-го года начинаем, может, дело не только не улучшится, а еще более усугубиться, как говорит, он разговаривает. Так что надо, согласен, надо об этом думать. И я вот, и коллег наших, американских, призываю, так сказать, подумать над этими сюжетами. Может быть, как-то нам здесь консолидироваться и попробовать, ну, не прорывы, новостерствующего движения добиться на этом направлении. Михаил Савлович, можно двусловно эту тему добавить? Два слова. Да, прошу, прошу. Практически полностью прекратились физические контакты, но за редким исключением. Богом светом развели, развели зумовские конференции. Мы проводим каждый день две-три зумовских конференций. У меня сейчас будет зумовская конференция, когда окончится наша встреча. В том числе завтра, скажем, будет конференция с молодыми учеными, студентами американскими и так далее. И получается, что вот нет худа без добра, без всяких виз, без затрат на билеты, на проживание в гостиницах и так далее. На самом деле можно вести достаточно интересный диалог с широким кругом людей. И вот тут надо подумать, как бы это дело лучше организовать, скоординировать, избегать дублирования, избегать всяких ненужного топтания толпой. Вот это было бы интересно. И то, что вот ты, например, делаешь, пригласив Джива и Антона, это пример того, как, мне кажется, можно использовать вот такую форму в условии, когда физические контакты стали почти невозможными. Но можно мне добавить того, что сказал Сергей Михайлович? Два слова буквально жилы. Давай, сейчас жил добавить. По зуму делаем, по зуму делаем, это здорово. И, конечно, у нас тоже это действие в большом объеме. Но я все-таки считаю, что человеческая коммуникация и личное общение это совершенно другое дело. Мы знаем это сейчас и по дистанту, который уже второй семестр у нас реализуется. Но это совершенно другое. И, наконец, я хотел бы очень поддержать мысли Антона о том, что главными лузерами на этих выборах, ну, да, Антон так не выражался, но имел это в виду, стали социологи. И, конечно, мы понимаем, что вообще все эти социологические опросы, у меня вообще всегда было скептическое отношение к ним, но сейчас оно особенно усилилось. Я это к чему говорю? Что личное общение это то, что позволяет нам гораздо более ясно и точно прогнозировать наше будущее. Потому что вообще будущее за когнитивными науками, я уверен, которые пока что еще находятся на очень низком уровне. А вот социологи, к которой мы привыкли, вот эти вот опросы, когда человек не хочет признаться публично в том или ином, но мы это в любой стране можем наблюдать. Поэтому нынешний этап, особенно в этом смысле показателя. Джу, вы хотели что-то сказать? Спасибо большое. Знаете, говоря о зумах, у меня зум через несколько минут и я должна сближать, но я хотела сердечно согласиться с тем, что Анатолий и Сергей сказали, потому что это самое главное. У меня лично была поездка в мае, которую мне пришлось аннулировать, потому что из-за вируса. Я думаю, что это очень-очень важно говорить друг с другом. И эти перемены очень-очень важны, потому что самая большая проблема сейчас, это то, что наши страны не говорят, не разговаривают, ничего не обсуждают. И вот как получается проблема с СНБ-3. Я лично и многие специалисты в Штатах согласны с продлением СНБ-3, но официальная политика этой администрации против этого, или за требованиями, если можно так сказать. И я думаю, что вы должны, если можно, смотреть на ваших друзей в Штатах, которые вас знают уже давно, и они не очень часто вызываются теперь, потому что у нас другой разговор в Штатах, но они есть, они существуют, и они хотят контакты с вами, и хотят продлини СНБ-3. Я должна уйти. Спасибо большое за ваше участие. Прежде чем вы ушли, у меня есть такое предложение ко всем вам, коллеги, отталкиваясь от того, что сказал Анатолий Васильевич. Я предлагаю, вот мы здесь вдвоем с Андреем представляем агентство ТАСС, вот и гиды агентства ТАСС, давайте где-то весной, договоримся по времени, в этом составе несколько расчинем его с американской стороны, потому что здесь больше россиян, найдем такой оптимальный состав двух сторон, проведем такой круглый стол, или в Москве, или в Вашингтоне, или найдем место, где нам будет хорошо собраться, чтобы обсудить именно эту тему, что могут сделать мы для развития российско-американских отношений в условиях новой администрации, она по-любому будет новая, потому что президент даже не останется старой, администрация, судя по его заявлениям, сильно поменяется. Если все коллеги согласны, то будем считать, что это такую рабочую версию оттолкнулся предложения профессора Таркунова. После пандемии, я думаю, что к весне пандемия распогодится. Спасибо, Джилл. Спасибо. Спасибо. Спасибо, счастливо. Спасибо. Я хочу обратиться к профессору Федяшину вот к какому вопросу. Буквально накануне выборов, буквально накануне выборов, президент Соединенных Штатов заявил о том, что он хочет резко заменить свою администрацию в силовом блоке. Он за эти годы невероятное количество людей заменил в своем аппарате и уже заявил о том, что, в любом случае, такие были утечки. Насколько, на ваш взгляд, это влияет на американскую политику, на доверие к американской администрации, на восприятие американской администрации и в этом плане с вашего угла вашингтонского как это может повлиять на, опять же таки, на российско-американские отношения? Это не очень позитивно влияет на восприятие американской администрации, в первую очередь, среди ее же близких союзников. Об этом уже много написано, об этом много сказано. Трамп совершенно непредсказуемо, это тоже совершенно не оригинально. Но ведь в Вашингтоне, смотрите, главное решение принимается на бюрократическом уровне, где они очень часто, вот эти импульсы, которые исходят из сверху пирамиды исполнительной власти, они просто застревают. Слушайте, Трамп может менять сколько угодно своих подчиненных, но в конце концов главное решение принимает он, он никого не слушает, он брал себе в администрацию, как мы видели, и опетых ястребов типа Болтона, с которым он сам согласен только по каким-то конкретным вопросам о том, что Америка должна быть первой, но, например, не по поводу бесконечных войн, вторжений, смен режимов, он не идеолог. Это, кстати, наверное, самое для меня интересное в Трампе, что он не идеологический президент, он просто ярый националист, популист, это уже можно называть его как угодно, но то, что он будет назначать, перезазначать, от этого мало что поменяется, потому что сама бюрократия будет ему противостоять, и во-вторых, очень многое уже зависит от Конгресса и Сената, и вот то, что мы видели за последние четыре года, это беспрецедентное влияние Конгресса, Капитолия вообще, я имею в виду и Конгресса, Сенат, конечно, самое главное, на принятие очень важных международных решений. Мы такого очень давно не видели, и чем-то мне трамповская администрация очень напоминает эпоху Никсона в том смысле, что обсессия с утечками и секретность, в которой принимаются решения, такого Вашингтон не видел с эпохи Киссингера и Никсона. Разница огромная, конечно, в том, что вот та пара была с точки зрения геополитической игры очень хорошо подкована, Никсона и Киссингера, а с Трампом тут, конечно, прямая противоположность. Так что я не думаю, что если Трамп останется и начнет кого-то там переставлять, что что-либо поменяется. Ему придется, кстати, иметь дело с демократами на капиталистском холме, и это в любом случае обеспечит провал каких-то резких движений и очень дальновидных инициатив, к которым он, кстати, не очень способен. Это человек эмоциональный, он нарцисс, он будет преследовать ежеминутную цель. Спасибо. Ну, я хочу подоставить сейчас слово Андрею Шитову, но прежде я хочу вас проинформировать, что ситуация такая, как передает агентство ТАСС, ссылки на Fox News. На здрю идут два кандидата в Мичигане, подсчитано 94% голосов, у Байдена 49,3%, у Трампа 49,1%. По Мичигану остается подсчитать 6%. И с таким же микроскопическим преимуществом пока Байден идет впереди Висконсине. Это по этим двум штатам. просто для информации о том, что сейчас происходит. ТАСС это сейчас передал с пометкой молнии, то и другое. Но обе ссылки на Fox News. Андрей Константинович, тебе как бы ты сегодня первый написал на ТАССовских ресурсах свои впечатления от этих выборов. Тебе и, наверное, завершать сегодняшнюю беседу. Ну, во-первых, я вам благодарен, естественно, я благодарен всем участникам, уважаемым нашим академикам, за которыми я записываю опять за этот разговор. Мне кажется, это все очень полезно и интересно. Я двумя руками поддерживаю идею вот этого диалога любого, в любой форме, потому что он реально нужен. А по ходу, что называется, собрания, ну, я считаю, что итог выборов, конечно, оказался не тот, которого большинство ожидало в Америке, вот это сторонники политкорректности. Вот, даже если сейчас этот итог изменится, я не очень, кстати, уверен, что я хотел бы, чтобы он менялся, потому что действительно там всякие осложнения, тем более силовые, я думаю, никому не нужны. Нам и самой Америке сейчас надо заниматься практическими делами. И тому же Трампу, его же собственные люди продолжают тихо внушать, что ну, пандемия же, людей надо вытаскивать, люди мрут. Вот, экономика, бизнес тот же самый, про то, что вот Александр Александрович говорил, да, там тоже никому не нужна эта смута. То есть есть чем заниматься. И почему-то я, кстати, верю, что все-таки мы на что-то приличное вырулим в качестве подтверждения. Я вам скажу, что даже вот, ну, Конгресс, ну, да, правильно, вы все правильно говорите, как бы, про перемены скорее в тревожную сторону. Но, скажем, если в Сенате прибавляется новый сенатор по имени Келли, а он при этом бывший астронавт-космонавт, может, это не так уж и плохо, вот, в конечном счете. Может, он хотя бы адекватно представляет себе этих русских загадочных, вот, с которыми летал там и так далее. Если там в Конгрессе, в Палате там меняются люди и уходит человек типа какого-нибудь Энгела, а вместо него приходит там черный там директор школы. Ну, да, директор школы, наверное, далек от наших вопросов, которые нам нужны и близки. Но, может, это тоже не такая уж плохая замена с точки зрения того, что тот человек был, на нем пробы негде было ставить. В общем, я как-то стараюсь оптимистично глядеть на эти вещи и еще раз очень благодарен вам, Михаил Славович и всем участникам за этот разговор. Мне было очень приятно в нем участвовать. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Александрович, уважаемый Андрей Афанасьевич, Анатолий Васильевич, Сергей Михайлович, Антон Андреевич, Андрей Константинович, уважаемые наши гости от имени агентства ТАСС. Я хочу всех вас поблагодарить за участие в нашей сегодняшней встрече. Америка пока не выбрала своего президента. Но единственное, что хорошо в американских выборах, что они проходят как бы в один тур, в том плане, что вот только ТАСС сообщил, что, например, вот замечательная страна Молдова 15 ноября состоится второй тур президентских выборов. Им сложнее. Но я думаю, что американцы выберут быстрее. Я хочу просить вас предложить естественно по возможности. Может быть недели через две, когда все станет ясно и прозвучат первые заявления того, кто будет изым президентом. Можем встретиться в этом же кругу и уже отталкиваясь от того, уже кого мы будем знать и чьи слова прозвучат, может быть вновь поговорить о будущем. Мы сегодня все-таки больше говорили о сегодняшнем дне, подводили итоги, рассматривали больше ретроспективу президентства Дональда Трампа. Посмотрим, кто в итоге будет избан американским народом и в этой связи может быть сможем вместе поговорить о будущем отношении наших стран. Мне кажется, это очень важно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов. Всем огромное спасибо, спасибо, что нашли время, спасибо, что были с нами, это было чрезвычайно интересно, и всего самого доброго, берегите себя, будьте здоровы. Всем большое спасибо. Спасибо за приглашение, всего доброго. Спасибо, Михаил Савченко. Савченко.